Шалом роха! В прошлый раз мы говорили о тех ситуациях, когда если я нахожусь в кризисе, то нужно понять две вещи. Первое, этот кризис это обычно, как вы эрэвэй в бокер, было вечер, было и было утро. Это что-то, что, как вступление, как что-то, что после этого будет светло. Это именно та вещь, которая может нас поднять выше, и когда мы смотрим на это так, что-то конструктивно, гораздо легче с этим справиться. Более того, очень важна была вторая вещь, где мы понимаем, что когда мы находимся в этой кризисной ситуации, и мы чувствуем себя, что всё рушится, то очень важно, что кто-то извне нам помог оттуда выбраться. Кто-то, кто понимает нашу ситуацию и духовно, и материально, кто-то, кто видит это более объективно, что даже если наш опыт, наша мудрость, мы думаем, что мы понимаем это лучше всего, на самом деле человек, который извне, он очень часто сможет нас оттуда вытащить гораздо быстрее, чем мы сможем это делать сами. Сегодня мы хотим поговорить о двух сигулот, двух вещах, которые мы можем использовать, чтобы добиться избавления, улучшения, радикально изменить нашу жизнь. И третье, это мы коротко затронем, что такое счастье. Все гонятся, все считают, что все, ну, каждого, особенно западная цивилизация, она полна книжек и разных идей, как именно добиться счастья. То мы постараемся посмотреть, как с точки иудаизма мы смотрим на это. Первое, это качество, которым выделяется еврейский народ. Еврейский народ называется егудим. Егудим от слова леодот, благодарность. Значит, что сущность еврейского народа, она леодот. До той степени, что даже те народы, которые показали, что у них не хватает этого качества благодарности, они не могут стать частью еврейского народа. Даже если Эйсав и Митсраим, Египет, они, да, смогут. Но качество благодарности, и на еврейском языке это звучит хакарат, хатов, ляакир, познать реализацию, увидеть хорошее, это что-то, как переквизит, это считается условием для того, чтобы быть частью еврейского народа. Мы дадим пару примеров, и от этого мы постараемся уже двигаться дальше. Чибино Раф, один из известнейших хасидских рошишишев, его ешива, кухав, яаков, находится на моей улице. Он, после войны, он находился еще в России, в очень тяжелых условиях. И один еврей по имени Йосеф Либерман в Англии, он увидел на плакате, где красный крест, были все имена тех людей, которые, всех евреев, которые они нашли, он видел фамилию Вайденфельд. Эта фамилия была Чибино Раф. Он не знал, это был он или нет, может быть, это кто-то другой. На всякий случай он купил пакет с кошерной едой и сказал, что если это Чибино Раф, отлично, на рекаме очень сложно найти там кошерную еду. Если это не он, тогда другого еврея будет что покушать. Он отправляет ее туда. Проходит несколько лет, Чибино Раф, Баруха Шем, ему удается добраться до Эра Цестра до Израиля. И Йосеф рассказывает, что он получает телеграмму из Хайфы. Это значит, что как только Чибино Раф добрался до Израиля, первое, что он мог сделать, чтобы отправить телеграмму в Англию, до этого у него не было такой возможности, это первое, что он делает. Он пишет там, большое спасибо за эту посылку. Я, это было очень, мне помогло, Вайденфельд, и подписывается. Все эти годы он только ждал того момента, чтобы обглагодарить за ту посылку, которую ему послали. И когда у него есть эта возможность, первое, что он делает, он бежит на почту послать эту телеграмму. Один раз вы видели, что Чибино Раф учился с мальчиком, 10-летним мальчиком, они учили геморру. После этого, когда они закончили учиться, Чибино Раф встал и проводил этого мальчика до двери, как будто бы это был какой-то большой раф, большой раввин, большой праведник. И когда вы спросили, чем этот мальчик это заслужил, он сказал очень просто. Мы учили с ним Бауми Ция. Это трактор Талмуд, который очень часто учат в Ишивах. И он говорит, я сам учил его уже много раз. Но когда я учил с ним, этот мальчик попросил меня, чтобы я с ним поучился полчаса. Я согласился. Когда я учился вместе с ним, он задал мне вопросы, которые никогда не пришли мне в голову. За это, конечно, я должен благодарить его. Он мне дал такую огромную награду. Мы учили что-то, и он задал мне вопросы. И дали ему какие-то идеи, которых у меня до этого не было. За это, безусловно, он заслуживает, чтобы я его проводил до двери. Между прочим, Чибино Раф один раз попросил кого-то принести ему книгу. Уже было тяжело. И когда мы ему принесли эту книгу, он сказал Яшикоях. Яшикоях в переводе это Яшар Коях, чтобы у тебя было больше сил продолжать делать хорошие дела. На что ему ответили, этот человек ответил ему Энмиатма, не за что. Чибино Раф бы поправил, что если бы я сказал тебе спасибо, ты можешь сказать не за что. Кстати, я говорю Богословение, Яшикоях это Богословение. За это нужно говорить Амэнь, что я хочу, чтобы это Богословение исполнилось. У Чибино Раф был один помощник Габай. И когда уже очень один раз он помогал ему одеваться, они увидели, что пуговица, одна из пуговиц у него оторвалась. Поэтому этот Габай, он сказал, что он зашьет ее быстренько. И в то время, когда он зашивал, он уколол Чибино Раф как следует в его руку. Или на груди, я не знаю где. И Габай, он вздрогнул, это было неожиданно. И тот помощник его начал рыдать, плакать. Он чуть ли не упал в обморок. Он причинил боль одному из главных праздников этого поколения. И он говорит, что все, мне уже ничего не поможет. Я буду, это будет геном, это будет ад. И он был в полной истерике. На что Чибино Раф он сказал, что не беспокойся, я обещаю тебе, что ты будешь со мной, куда я попаду, если это будет рай, ты будешь рядом со мной. Прошло много-много лет. Прошло больше десяти лет. Уже этот помощник, он уже был в другом месте. И Чибино Раф, пришло время, он был уже при смерти. Он попросил, чтобы позвали ему этого помощника. И он сказал ему, что я очень тебе благодарен за все, что ты для меня делал. Но ты помнишь, я тебе обещал, что мы будем вместе, наверху там будем вместе. Пожалуйста, я прошу тебя, чтобы ты ввел в свою жизнь, чтобы ты действительно попал в то, что я тебе обещал, это сбылось. Я считаю, что он помнил это до конца своей жизни. И в эти последние моменты свою силу он потратил, чтобы, опять же, поблагодарить его и направить его, чтобы действительно он оказался там. В жизнь, когда мы видим вокруг нас все, что происходит, и если у человека есть это качество, он видит все хорошее, все добро, которое происходит с нами, то это как будто бы жизнь начинается, она из черно-белой, она набирает цвета. Это недавно Рабб Аврам Коэн, который управляет Толдот и Шерун, он удивил всех, что он принес угощения в Коэле, там не учатся, он принес разные напитки и угощения. Мне спросили, что случилось, какая хорошая новость. Он сказал, что это тот день, когда я приехал в Израиль. Прошло уже десятки лет, и он помнит, что это тот день, когда он попал в Израиль, и, естественно, его жизнь и жизнь его семьи, этот день повлиял на это очень много. И кто-то его спросил, он помнит об этом, и говорит, что если ты, что тебе важно, ты об этом помнишь. И мне очень понравился этот ответ, и мне понравилось, что если мы видим все, помним о всех тех вещах, которые повлияли на нашу жизнь, и мы видим, как Ашем управляет этим миром, он ведет нас, мы помним о всем том добрых вещах, о всех тех больших и маленьких чудесах, которые случаются с нами. Это дает нам жизнерадостность, это дает нам мотивацию, это аккурат атов увидеть, показать, что я наслаждаюсь, я чту то, что Ашем мне дает. Как мы говорили уже один раз, что в перке вот сказано, что кто счастливый, скоро мы говорим, что счастливый, кто богатый, кто считается богатым, тот, кто наслаждается тем, что у него есть. И обычно мы понимаем это, что человек, у него есть немножко хлеба, немножко воды, соль, он рад тем, что у него есть. И это делает его независимым от тем, что происходит, и даже если у него нет большого счета в банке, он доволен тем, что у него есть. Это, безусловно, пшат, это объяснение, это простое объяснение. Можно сказать по-другому. Эй, зе, ошер, если человек хочет, чтобы у него было богатство, было обилие всего, самэр бехэлко, ты должен радоваться той доле, что у тебя есть. Ты показываешь, что ты наслаждаешься, ты рад, ты видишь все это добро, все это хорошее, все обилие, которое Ашем тебе уже дает, Ашем тебе даст больше. Если человек видит, он не раздражается, он не жалуется о том, что ему всего не хватает. Если он постоянно жалуется о том, что у него есть, ты дашь ему больше, он будет жаловаться опять же. Но если человек, он наслаждается, он рад тем, что ему он получает, тогда такому человеку стоит давать больше. В Лепшно-Лазан-Ойрбах один раз увидели, как он говорил Беркет Амазон, он говорил Богословение после еды, и в середине этого, в середине второй брахи Богословения, он вернулся и начал сначала. Меня спросили, что случилось? Он сказал, что он говорил, второе Богословение Беркет Амазон, Богословение после еды, говорит о благодарности. Я буду благодарен тебе. Мы благодарны тебе. Он говорит, что я почувствовал, что я сказал это, но я не чувствовал этого. Это просто были слова. Если в других молитвах, в других вещах человек может что-то сказать, он сказал, что написано в Бегелат Эстер, Свит и Гастер, он сказал, что написано в Торе, он сказал эти слова. Он исполнил эту митцву. Тут нужна благодарность, нужно что-то чувствовать, это благодарность. Когда человек просто сказал спасибо, но он не чувствует, что он благодарен, какую-то благодарность за это, это просто слова, это пустота. Поэтому, в общем, он вернулся и начал сначала это благословение, что он чувствовал, что у него нету достаточно чувств, вот этого регеш, этих чувств, которые он должен по-настоящему выразить с этими словами, что просто слова это недостаточно. В Раф Бревде, Рапшалам Бревде, один известный магит, в своей молодости он, один раз ему нужно было навестить одного знакомого, и это было в Русаламе, в Иерусалиме, когда было поздно вечером, и кроме всего, не было электричества. И он знал, например, достаточно хорошо, где это находится, он очень спешил, и он бежал на полной скорости на это место, по темноте, была полная темнота, бежал по улице справа-лево, и в один момент он вспомнил, что в этом месте нужно будет спускаться, и там есть очень крутые ступени, такая лестница, и он говорит, что если там я не замечу, я буду бежать там, в этом месте, тогда шансов на выживание очень мало. Если он там полетит, то это сломать там шею и позвоночник, это вообще гарантированно. Поэтому он остановился и начал потихоньку протягивать свои ноги, смотреть, где он находится. Как только он протянул свою ступью, свою ногу, он увидел, что он прямо сейчас находится перед этой лестницей. Если бы он остановился на одну секунду, на полусекунду позже, на мгновение, то он уже бы не остановился, он уже бы летел вниз. И он был в шоке от этого чуда, которое случилось с ним. на следующий день. На следующий день ему нужно было поехать к Хазаныш. Он поехал к Хазанышу в Найбрак. И у него были разные вопросы. Когда он закончил все эти вопросы, то он спросил в Хазаныш. А он рассказал ему, что с ним случилось вчера. Он сказал, после этого, что с ним случилось, я был уверен, что завтра я буду другим человеком. Это благодарность, это чудо, это открытое чудо, которое со мной случилось. Это как Хашем спас мою жизнь. Я уверен, что все будет по-другому. Я встану, моя молитва, мои благословения, моя учеба, все будет совершенно по-другому. Но говорит Равбрэвда, я встал, я тот же Шлайм Равбрэвда. Я был принят та же молитва, та же учеба, те же мысли, те же заботы. Как это может быть? Со мной же произошло открытое чудо вчера. Хазаниш подумал и сказал ему, что есть особенная яцерара, есть особая такая злой наклонность, яцерара, которая делает так, чтобы мы забывали чудеса, которые с нами случаются. Хотя мы говорим каждый день в Шмонесре, в Амиде, алког аниссим, алког нефлай на все чудеса, все потрясающие вещи, которые с нами случаются. Бехолгием каждый день. Но несмотря на это, есть специальная яцерара, которая нам делает так, чтобы мы забыли об этом, чтобы мы не помнили, чтобы убрать у нас это вдохновление, эта благодарность. Она специально работает над тем, чтобы как-то сказать, ну, может, это не чудо, бывает, с каждым бывает, и так далее, и так далее. И уже мы живем дальше, как будто бы ничего не случилось. Это Рапшлом Бревд, это один из Балли Мусары, человек, ну, Тан Митхохом, который добился очень многого. Он чувствовал, что это с ним сказано, яцерара, это преуспело. Поэтому, когда мы знаем об этом, когда мы знаем, что надо отстерегаться этого, мы будем работать против этого, тогда у нас есть больше шансов. очень интересно, Хазанш сам рассказывал, что был один еврей, Рамойши Форстман, по-моему, его звали, он был испанович из Литвы, он приехал в Днебрак, он был, организовал ешиву вместе с Паневым и Журовым. Он был Хазаном, он был очень человек с огромным духовным внутренним богатством. Хазанш его очень уважал, он очень наслаждался его компанией. И когда он был Хазаном, когда он был на праздниках, тоже Хазанш очень именно очутил, когда он вел молитву. И когда спросили Хазанш о его особом отношении к этому человеку, он сказал, что Раб Мойша он приходит ко мне часто, задает, опять же, много вопросов. Он никогда не уходит от меня, пока он не сказал всем своими устами. Он говорит, я благодарю вас за все ваше время, за то, что вы послушали меня, за вашу мудрость. Только после этого он уходит. У человека есть такое меда, такое качество благодарности, тогда у него также есть особая близость к Хашему, к Творцу. Поэтому я вижу, что он очень высокий человек, он близок к Хашему, тогда если он высказывает свою благодарность близким своим, то также он видит все то, все чудеса, все то хорошее, которое Хашем делает для ним, и это его приближает наверх. Лелава Ребе, Роб Бидерман из Нейбрака, это Большой Хасидут, недавно рассказал потрясающую историю. Это он слышал от человека, который слышал от человека, с которым это произошло. И так что, если это от меня, то это получается еще это не так далеко. В Америке в одной из самых страшных, самых худших тюрем, если в Америке кажется все хорошо, но тюрьмы там это страшное место, то для очень для особенно криминальных таких людей, которые убийц, и так далее, одного религиозного еврея, к сожалению, приговорили к восьми годам тюрьмы и без помилования, пока, пока, по крайней мере. Он попадает туда. Он единственный еврей там, он религиозный, и правило в тюрьмах или в той тюрьме, что есть полный запрет носить что-то в карманах. У каждого есть своя камера, там у него есть какие-то свои частные вещи, но когда ты выходишь из своей камеры, когда ты направляешься, твои карманы должны быть полностью пустыми. наши евреи этот, он готовил какое-то письмо для семьи, и случайно он положил марку, марку в свой карман. И когда он вышел наружу прогуляться, там есть возможность прогуляться каждый день, то при проверке у него находят эту марку в кармане. Правило нельзя, чтобы ничего находилось в карманах. его приводят к одному из директоров этой тюрьмы, который не является большим фэном, большим любителем евреев, и сейчас у него есть еврейский заключенный, и может быть из-за этого, может быть просто из-за каких-то его садистских наклонностей, он приговаривает его к 14 дням в одиночной камере без каких-либо возможностей куда-то выйти, так как он нарушил эту страшную вещь, у него нашли марку в кармане, и 14 дней он лежает с возможностью куда-то прогуляться. Это очень тяжело, и так как будто находишься в тюрьме, теперь еще тюрьма в тюрьме, но ничего не поделаешь. Дело в том, что вся эта встреча, она проходила в пятницу, и уже начинала скоро стемнеть, и он очень переживал, чтобы шаббат уже его оставили в покое, но пока продолжался весь этот допрос и все это решение, в конечном итоге уже был шаббат. В конце этой встречи, этого приговора, то этот администратор, этот директор дает ему эти бумаги и говорит, что сейчас подпишитесь здесь о том, что вы принимаете, что ты принимаешь этот приговор, и что ты согласен с этим, и поэтому тебе нужно подписаться здесь. Наш заключенный, он смотрит на решетку, на улицу, на небо, ведь это уже темно, что я извиняюсь, но я не могу подписаться, это уже шаббат, уже суббота, мы не можем подписываться в этот момент, на что этот директор говорит, что ты понимаешь, что ты находишься в тюрьме, тут другие порядки, тут другие правила, это совершенно другой мир, здесь мы тебе говорим подписаться, должен подписаться, на что он говорит, что нет, ни в коем случае, он ходит в ярость и начинает кричать и говорит, что ты подписываешь это, если ты не подписываешь, то кроме 14 дней после этого ты попадешь на 30 дней в не точно одиночную камеру, а это такая камера, которая как под землей, там 24 часа темнота, никуда, конечно, нельзя выйти, нету света, нету ничего, у тебя все забирают, тут он начал думать, может быть 30 дней он попадет туда, он не сможет не одевать тфелин, неизвестно, что будет с шаббатом, там, он не знает, он потеряет вообще, какой сегодня будет день и что случится и что, может быть в таком случае можно, но потом он говорит, нет, шаббат, шаббат, нельзя никаких делать расчетов своих, а шем говорит, что нельзя нарушать, нельзя нарушать, он говорит, что я отказываюсь подписываться, тут этот директор, он выбирает такой дипломатичный подход, он говорит, что ты знаешь, может быть тебе тяжело отступить, смотри, я тебе оставляю этот листик, эту ручку, я выхожу снаружи, ты остаешься здесь, ты подписываешь, и я возвращаюсь, я забираю это, и на этом мы заканчиваем, он говорит, что ты теряешь свое время, я не буду подписывать, тот настаивает на своем, он выходит, возвращается обратно, он видит, что ничего не подписано, опять же, он свирепо с ним выкидывает его, и они его отводят на 14 дней в одиночную камеру, без какой-то возможности выйти, когда тяжело, время идет очень медленно, эти 14 дней, это мука, еле-еле быть в этой месте, совершенно без какой-либо контакта ни с кем, под конец этого срока он слышит огромнейший шум, и сирены, и бег, и крик, но он не знает, что происходит снаружи, он совершенно отрезан от всего, и наконец-то приходит его время выйти, его выпускают, 14 дней кончаются, по дороге он встречает огромнейшего, такого черного бугая, такого здоровенного, мускулистого бандита, который там тоже на долгий срок, один из самых таких страшных, кого все боятся там в тюрьме, и тот улыбается с ним очень так приветливо, ждет его, он опасается, что что-то здесь не так, но у него нет выбора, и тот начинает с ним говорить, ты знаешь, что произошло здесь, нет, два дня назад один из тоже чернокожий заключенный, которого заключенный на всю жизнь, он массовый убийца, он начал целую пропаганду, он говорит, что смотри, вот у нас есть тут еврей, сидит тут еврей, у него золотые очки, у него, смотри, золотые очки, у кого-то ты видишь, что были золотые очки, да, он объяснил нам, что все деньги у евреев, и они всем управляют, всем манипулируют, и они забирают все, 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 что у нас есть, и, короче говоря, все, все эти предрассудки, все обычные стигмы, и на этом он сказал, что надо от тебя избавиться, он достал длинное какое-то как шило, он спрятал это у себя, и он ждал возможности встретить тебя, чтобы покончить, ему терять нечего, у него, он пожизненный срок, и когда он постоянно тебя искал, там, здесь, и ждал, что наконец-то он тебя встретит, чтобы с тобой покончить, то кто-то его толкнул, он толкнул обратно, еще, и началась драка против двоих, и те оказались сильнее его, и это шило оказалось вместо тебя в нем, его убили, и вот поэтому был огромный шум, сирены и так далее, и говорит этот вган, что ты видишь, Ашем, Бог любит тебя, Он будет любить тебя, поэтому с сегодняшнего дня я твой телохранитель, все, что происходит в тюрьме, никто тебя не тронет, ты будешь под моей опекой, и ты мне научишь, кто такой Бог, что он делает, что нам надо делать, с сегодняшнего дня я твой ученик и твой телохранитель, и это настоящая история, которая произошла совсем недавно, и когда я услышал, я задумался, на следующий день этот заключенный, он молился по-другому, наверняка да, через два дня тоже, сейчас он ведет себя по-другому, может быть, а надеюсь, что да, но как мы видим, это не только относится к нему, когда я слышу такую историю, когда я вижу, что происходит, а как на меня это, как у меня тоже должна быть благодарность, что такое произошло, как моя жизнь изменилась теперь, моя благодарность к Творцу, что такое произошло, она должна быть, должна повлиять на все мое поведение, и это сегула, это что-то, что очень помогает, очень это всем известно, что многие семьи, у которых было, опять же, очень много проблем финансово, здоровья, не могли женить детей, и вся семья собиралась, и вместо того, чтобы жаловаться, и видеть все те проблемы, которые у них есть, они сказали, что сейчас каждая из семьи, он расскажет о всем том хорошем, что у нас есть, о всем том блага, все это благословение, которое мы испытываем в жизни, что у нас есть семья, что у нас есть где жить, и так далее, и так далее, и каждый из них выразил это, и сказано, что это, как бы, семья за семья, полностью изменилась их ситуация, что это первая вещь, которую мы можем взять с собой, и взять, чтобы наша путешествующая жизнь была, набралась этим энтузиазмом, этим реализацией, это ля-акир готов увидеть это, увидеть это, чтить это. в другая еще сегула, которая тоже может очень-очень помочь, и она встречается у нас постоянно, возможность это выстоять в этом, это когда у человека есть возможность отомстить кому-то, он отреагировать на кого-то, кто-то меня обидел, кто-то плохо себя повел, и я это не делаю, сказано, Гемор говорит, что эти люди, они сравниваются, сказано, что весь мир был создан для таких людей. Рассказывается история, Рабхайм Каневский, рассказали Рабхайм Каневский следующую историю, что в одной семье, хорошая религиозная семья, рождается ребенок, знаете, мальчик, который со временем он растет, но он не становится на ноги, он не может ходить, ему уже год, ему уже больше, он передвигается, но он не ходит. Родители очень беспокойны, они ходят к одному профессору, к другому, и стараются найти, как ему помочь, никто даже не знает в чем причина, все, вроде бы у него все есть, он не встает на ноги, они пробуют разные техники, ничего не помогает, ему уже два года, мы уже два с половиной, и все продолжается так, три года он все еще не ходит. В один день старший брат, которому девять лет, приходит из школы, и он очень удручен, он очень видно, что что-то случилось, мама, которая должна это увидеть, она подходит к нему, говорит, что случилось, я готовил целый проект для моей школы, и было много сил, я потратил на него, очень старался, я принес его, писать его, и мои одноклассники, они начали смеяться надо мной, они начали шутить, они начали издеваться, что это ты сделал, и то, и все, и мне было очень-очень больно, мне было очень тяжело, и теперь мама спросила его, и что ты сделал, ты как-то отреагировал на это, ты накричал на них, ты как-то их обозвал, как-то, в чем была твоя реакция, он говорит, нет, я решил, что это не стоит того, я был просто спокоен, я не отреагировал на это, мама, она вдруг начала сиять, она взяла его, она говорит, поруха-шем, теперь это значит, что у тебя есть кое-ха-браха, у тебя есть сила благословения, сейчас есть шанс, беги к твоему братику, и дай ему молиться за него, попроси у ха-шема, чтобы он наконец-то смог ходить, и этот мальчик, он тоже, он весь насиял, он побежал, он взял тейли, он пошел к нему, он начал молиться, а-шему, чтобы он наконец-то, его братик смог начать ходить, проходит несколько часов, и этот маленький брат, мальчик, он вдруг начинает как-то скрабливаться, начинает немножко передвигать ногами, ха-шема, к вечеру, он уже может сделать пару шагов, на следующий день еще больше, и так, в конце недели он уже бегает, это было, это чудо, врачи, соседи, было множество свидетелей, что это было просто невозможно было объяснить, можно было объяснить, почему это так, почему, когда у человека есть испытания, кто-то его обидел, кто-то к нему плохо относился, и он сдерживает себя, у него контроль, у него самоконтроль, он видит это, и он принимает решение не отреагировать на это, и не мстить, и не как-то поставить другого на место, в этот шабад у нас были очень интересные гости, у нас была одна мама, которой 82 года, с тремя дочерями, которым от 50-60, и они из Колумбии, и жили, потом они были из богатой семьи, у них было множество земли, и какая-то была фабрика, они начали интересоваться иудаизмом, после этого их несколько раз похитили, они потеряли всю эту сумму, их отец умер, они бежали в Испанию, там они нашли, единственная община, которую они нашли, это была в Мадриде, консервативная синагога, там они сделали гиур, но они сами поняли, что это на самом деле ничего не значит, и они приехали сюда, они живут в квартире 15 метров, четвером, моя жена начала преподавать им, у них нету средств как-то платить за все, поэтому они приходят, они помогают у нас дома, они складывают, вонят посуду, или они складывают белье, такие жизнерадостных людей я редко встречал, каждая из них, одна из них, например, ее машину остановили, спросили, как проехать куда-то, когда она открыла окно, ей приснули газом, газом, который влияет на мозг позвоночника, она пять лет ей пришлось, ее грабили, пять лет длилась ее реабилитация, она не могла ходить после этого, она забыла, как говорить, она знала английский, французский, испанский, она забыла все языки, она только сейчас, ну, только мне сейчас, она выучила испанский заново, и когда она слышит французский, английский, ей что-то знакомо, она полностью, она вернулась как будто бы к рождению, и каждая из них говорила о благодарности Творцу, что нужно каждый день перед сном как-то думать, что тебе дал, было огромное вдохновение для нас. В Дойна Меллах у них есть, у этой семьи есть все причины быть в депрессиях, быть сказать, что это такая несправедливость, и у них огромное количество разных проблем, но они выбрали, что нет, они выбрали, что у них они будут видеть все хорошее, и поэтому они находятся там, где они находятся. Дойна Меллах сказано, что он достигает, возможно, мы говорили об этом, он достигает четверть, меркава Гошем, у Гошема есть какая-то колесница, чтобы это не значило, и он становится четвертым колесом этой колесницы. Авраам, Ицек, Яков, Дойна Меллах достигает вот этой высоты, что он становится вот этим вот посредником, этим, этим, посредником, этим фундаментом того, что Шхину опускает в наш мир. Когда он достигает этого? Мы бы подумали, наверное, это было, когда он закончил говорить все Тейлим, все Псалмы, может быть, это был Шаббат, съемки Пуром вместе, и он сказал это все вместе, все эти восхваления Творцу. В какой момент он достиг этой самой большой высоты, которую можно себе представить? Говорят Хазаил, говорят Мудрецы, это было в тот момент, когда Шиме Бен Гейра, один из Ченов Сангедрина, который был на стороне Шауля, он дает ему самые ужасные проклятия, проклятия, которые остаются на царе Давиде, которые влияют на его потомство. Он проклинает его от всего сердца перед всеми. И в тот момент, когда его помощники, его стражи хотят наказать его, Дойда Малах отвечает ему оставьте его. Ашем Амар Калел. Ашем сказал ему это, и поэтому это произошло. То, что он проклинает меня, это не он. Ашем сказал ему, поэтому это не случайно. Значит, не должны ему мстить, должны его наказывать. В этот момент, когда Дойда Малах это говорит, он становится четвертой этим колесом этой колесницы. почему это так работает? Что в этом особенного, когда человек реагирует, он контролирует себя, он говорит, что мне нечего выходить из себя, мне нечего как-то кричать на кого-то и отвечать ему, просто лучше промолчать. возможно это говорит о том, что если я вижу, что кто-то меня обидел и я концентрируюсь на вот эту вот, на эту фигуру, на вот этот объект, на этот субъект, на этого человека, который делает что-то для меня плохое, у меня есть обида против него. Я выражаю это во всю силу, я кричу на его, я стараюсь его обидеть, потому что это несправедливо. Это значит, что в этой картине нету Гошема, нету Творца. Что-то здесь персональное, какая-то стычка. Я не вижу, что есть какой-то мастер-план, какой-то план и что это все не случайно. Этим поведением я отталкиваю Шхин, я отталкиваю Гошема подальше. Я не вижу в моей картинке здесь нет Творца. Поэтому я буду мстить, я буду отвечать до конца. если человек, он контролирует себя. Почему? А зачем контролирует? Потому что здесь это не просто этот человек, это не просто какая-то марионетка. Это есть что-то здесь происходит, потому что есть план, есть Творец. Это значит, что я привожу Ашема именно сюда близко ко мне. Если я это делаю, тогда я могу у него попросить, я могу помолиться ему. Я показываю, что я очень близок. Если ты близок кому-то, ты можешь больше добиться. Если ты ведешь себя как такой амок, ты просто бежишь и ты должен полностью ответить и чтобы этого никогда не повторилось и ты не видишь, что здесь ты чувствуешь, что это только ты и он, тогда у тебя нет возможности обратиться к Творцу. Но если ты в твоей картинке есть Ашем, тогда ты вместе с Творцом. Это две вещи, которые человек может надо нам использовать. Что такое счастье, мы поговорим в следующий раз. В давайте помним тоже ту историю, которую мы в первый раз рассказывали про черную овцу Кефса Шхура, что не делать стигмы на людей, не использовать наши стереотипы, никогда не терять надежду, особенно, когда это говорит о близких, о детях. Одна девочка позвонила автору этой книги, Коби Леви, сказала ему, что я прочитал историю про черную овцу и я чувствую, что это про меня. и я считаю, что родители должны попросить прощения у меня, потому что они меня полностью как бы оставили вот в этом вот стереотипе и поэтому это несправедливо, это они должны попросить у меня прощение. И этот автор, он пишет, что я не знал, что ей сказать. Это очень грустно, когда она понимает, что они должны попросить прощение, но они не понимают. поэтому то, что мы сегодня сказали, вот эта благодарность, это наша жизнь, все, что происходит со мной, происходит с другими. «Ля Акира Тойф», это приводит больше благословения в нашу жизнь, приводит цвета, приводит вдохновленность. Когда у нас есть какие-то столкновения, какие-то конфронтации, то от нашей реакции мы можем показать, где мы находимся, насколько мы близки к Творцу. Чем больше мы близки к Творцу, тем больше у нас протекции, тем больше у нас с ним связи, тем лучше мы проходим через наше путешествие. Чтобы Безус Ашем мы использовали это, и мы были благодарны, я благодарен за то, что есть такая возможность здесь. Наши кризисные ситуации, например, сегодня я забыл все мои тетрадки, все мои записи, которые подготовил, это тоже возможность. Ашем говорит, что если мы говорим о кризисе, тогда мы можем, у нас есть сила возможность их пройти. Безус Ашем, чтобы у нас это получилось. Спасибо.